Продолжение следует... Гульжан Окубаева, начинающий предприниматель. Она вместе с компаньонами решила открыть стоматологию в Астане. Как известно, это одно из самых прибыльных направлений в медицине. Врачу, отважившемуся на свободное плавание, необходимо не только утрясать различные формальности, но и постоянно закупать расходные материалы из заработанных средств. Таким образом, владельцы частных клиник оказались напрямую заинтересованы в приобретении современного оборудования, во внедрении передовых технологий, привлечении высокопрофессиональных специалистов и постоянном совершенствовании подготовки кадров. По-прежнему востребованы услуги VIP-сегмента. Гульжан Окубаева желает создать именно такую современную клинику, оснащенную новейшим оборудованием с уютным интерьером и доброжелательным персоналом. Взяв ни много ни мало миллион долларов в кредит, она купила на левом берегу столицы помещение под стоматологом. Закупила оборудование из Финляндии, сейчас делает ремонт. Но кредит ей дали под 14% годовых. Чтобы облегчить бремя, она обратилась в госорганы. И ей по программе «Дорожная карта» дали субсидию в 7%. Таким образом, она уменьшила процент от кредита наполовину. Думаю, когда начинаешь дело, нужна поддержка. Например, в медицине нужны большие деньги для того, чтобы купить дорогое оборудование и нанять специалистов-профессионалов. Благо, нас поддержали, и мы наняли высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Они будут обучать местных работников. Это же здорово! Вообще, помощь государства в нашем деле нас очень окрылила. Добавим, что любой предприниматель Казахстана, так же, как Гульжан Окубаева, может получить кредит, часть которого будет оплачивать государство. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» кредиты будут выдавать банки второго уровня под 14% годовых. Однако государство будет субсидировать 7% из этих 14. То есть предприниматель получает кредит под 7% годовых. При успешном выполнении программы финансирование дорожной карты в 2011 году возможно утроится. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» уже выдано кредитов на сумму 176 миллиардов тенге. В целом, по многим направлениям программы, помощь оказывается свыше 400 предприятий, являющимися работодателями для более чем 20 тысяч человек. Кроме этого, на сумму в 500 миллионов долларов, используя государственную гарантию правительства, применяется заем Азиатского банка развития для фонда ДАМУ. При этом кредиты для казахстанских предпринимателей будут выдаваться через банки второго уровня. Общая сумма – 150 миллионов долларов. Но бизнесмены жалуются не только на повышение ставок кредитования, но и на усложнение процедуры оформления и выдачи займа. Вообще сама программа состоит из четырех направлений. То есть первое направление – это поддержка новых бизнес-инициатив. То есть если человек хочет открыть свое дело, если хочет модернизировать уже имеющееся свое производство, то ему нужно обращаться в банк с заявкой для участия в первом направлении программы. При этом его ставка не должна превышать 14%, из которых 7% будет субсидироваться государством, и остальные 7% будут выплачивать предприниматели. Кроме того, в Казахстане поддержат начинающих бизнесменов. В программу добавлено новое направление – усиление предпринимательского потенциала. Оно включает в себя поддержку начинающих предпринимателей, сервисную поддержку, ведение действующего бизнеса, обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса посредством акционерного общества «Назарбаев университет», установление деловых связей с иностранными партнерами, а также подготовку и переподготовку кадров. Но помощь оказывается не только предпринимателям, но и нанимаемым работникам. Новая программа занятости населения до 2020 года стартовала в Карагандинской, Павладарской и Восточно-Казахстанской областях. Планируется, что в ходе программы будут созданы до 200 тысяч постоянных рабочих мест. Масштабный государственный проект охватит самозанятых и малообеспеченных граждан. Для этого будут организованы обучения по востребованным специальностям, помощь в организации и открытии собственного дела на селе. Всего с помощью программы планируется трудоустроить до полутора миллиона казахстанцев, снизить уровень бедности до 6%, а уровень безработицы, согласно планам правительства, должен составить 5,5%. Всего на реализацию программы занятости из республиканского бюджета выделено 40 миллиардов тенге. Планируется охватить мерами господдержки более 100 тысяч человек. Артем Щеглов называет себя представителем малого бизнеса. Он вместе с компаньонами решил открыть свой бизнес. Сейчас он делает деньги из мусора, точнее из макулатуры. Для начала вместе с учредителями они закупили один единственный станок по производству лотков для яиц. Несколько лет назад этот станок производил 7 тысяч лотков в день. Сейчас такое количество он производит каждый час. Дело в том, что Артем не съел прибыль, решил реинвестировать деньги и закупил еще оборудование. Конечно, пришлось взять и кредит. Арендовал бывший заброшенный керамический завод в Астане. Зато теперь в этом невзрачном помещении снова затеплилась жизнь. Заработали станки, открылись рабочие места. Но процент банковского кредита был довольно большим. Благо государство пошло навстречу предпринимателю, и Артем получил субсидии на кредит. И уменьшил проценты почти наполовину. Бумажные лотки для яиц предназначаются для упаковки, транспортировки и хранения куриных яиц. Такие бугорчатые прокладки предохраняют яйца от механических повреждений при транспортировке. Их изготавливают методом вакуумного формирования из водно-волокнистой бумажной массы. Сырьем служит стопроцентная сортированная макулатура. На данный момент разрабатывается, прорабатывается проект по оборудованию и установке целлюлезного комбината небольшого. Он будет производить гофротару. Опять же, это все будет делаться с переработанной макулатурой, то есть, что позволяет в первую очередь беречь экологию города. Во вторую очередь, это дополнительная помощь государству, то есть, государству не нужно будет тратить деньги с бюджетом на утилизацию макулатуры, не нужно будет его отвозить на полигон, производить захоронение. То есть, мы эту макулатуру собираем, перерабатываем, и уже непосредственно в готовой продукции мы ее реализуем. То есть, хорошо и нам, хорошо и государству. Как отметил президент страны, задачей государства является, чтобы и малый, и средний бизнес выпускал больше продукции Казахстана. Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» реализуется в рамках четырех направлений. Первое – это поддержка новых бизнес-инициатив. Второе – это оздоровление предпринимательского сектора. Третье – снижение валютных рисков для предпринимателей. И четвертое – усиление предпринимательского потенциала. В рамках программы на сегодняшний день одобрено 484 заявки на общую сумму 176,2 миллиарда тенге. Также подводится необходимая инфраструктура для предприятия. То есть, это вода, канализация, электричество, водопровод и другая необходимая инфраструктура. Кроме того, для предприятий оказываются меры господдержки в виде гарантирования кредитов. То есть, для тех предприятий, у которых не хватает залоговой базы, предоставляется частичное гарантирование от имени государства, которое покрывает до 50% от суммы кредита. На сегодняшний день такая поддержка представлена 17 предприятиям. В начале нашего рассказа мы привели пример малого бизнеса в городе. А вот другой пример, реализованный на селе. Женщину-фермера встретишь нечасто. Рымтай Кудасова, 72-го года рождения. Живет и работает в Акмолинской области. Точнее, недалеко от села с говорящим названием Новодолинка Перементаусского района. Несколько лет назад ее супруг Наурыз работал в поселке Новодолинка наладчиком связи и получал стабильную зарплату. Но когда связисты перешли на спутник, работники, обслуживающие кабели, стали ненужны. И Наурыза сократили. Компания выплатила своему бывшему сотруднику компенсацию. Благо, у Наурыза еще были акции. Семья прекрасно понимала, что компенсации и акции надолго не хватит. Недолго думая, они решили стать фермерами. Продали акции, добавили компенсацию с работы и купили 17 телят. Почему телят? Потому что говядина – это самое ходовое мясо, говорят фермеры. Они арендовали полторы тысячи гектаров пастбищ на 49 лет. Сейчас аренда составляет около 50 тысяч тенге в год. На этих землях были заброшены отделения села Новодолин. Фермеры отремонтировали полуразрушенные дома, наняли несколько работников и стали работать на себя. Чтобы увеличить поголовье скота, фермеры взяли кредит в фонде финансовой поддержки. Проценты по кредиту были небольшие. Если ранее они выдавались под 9% годовых, то сегодня процент снижен до 6. И они втянулись. Сейчас такой кредит фермеры берут уже в четвертый раз. Последний по программе «Сыбога» на 7 лет в сумме 8 миллионов тенге. На эти деньги фермеры купили 53 телки и бычка-производителя. Зато теперь на месте разрушенного сельского отделения процветает ферма. У семьи Кудасовых сейчас есть 200 голов крупнорогатого скота, около 20 лошадей, 200 кроликов, кур и 500 утян. Предприниматели на селе нуждаются в расширении инструментов финподдержки. При кредитовании сельских предпринимателей банки предъявляют такие же требования, как и к предпринимателям в городской местности. В то же время у предпринимателей на селе существует большая проблема с ликвидным залоговым имуществом. Ранее президент Нурсултан Назарбаев заявил, что считает необходимым рассмотреть возможность расширения мер финподдержки сельских предпринимателей со стороны банков второго уровня. Предусмотрено предоставление отсрочки по уплате процентов и основного долга сроком до одного года. В случаях, когда к объектам предпринимательства население необходимо будет подвести дополнительную инфраструктуру, дороги, канализация, тепло- и водоснабжение, телефонные и электрические сети, эти расходы может взять на себя государство. Если они соответствуют плану застройки населенного пункта. Финансовыми агентами данного направления будут фонд развития предпринимательства ДОМУ и национальный холдинг Казакру. Благодаря таким кредитам герои нашего рассказа сейчас полностью поменяли свой образ жизни. На участке имеется озеро и небольшая роща. Корм для собственного скота они тоже выращивают сами, на своей земле. Благодаря ячменю и пшенице, выращенных здесь же, телята быстро набирают вес. Сначала с того, что муж сперва работал на связи, потом сократили на работе. Там выплатили сумму, там дивиденды. И на эту сумму мы решили закупить скот, так как больше как в селе нечем заняться. И мы закупили скот, телят закупили в основном, чтобы побольше там было. И начали заниматься скотом, животноводством. Потом обратились к Казакру, чтобы побольше закупить скота. Там первый кредит мы получили в 2007 году. Начали с 200 тысяч деньги. И вот с тех пор работаем с этим фондом. Сейчас он называется фонд финансовой поддержки. Четвертый год работаем. В этом году взяли по программе СВАГА 8 миллионов 200 тысяч деньги. Вот на эти деньги мы закупили быка белоголового. И 53 головы крупнорогатого скота, в основном коров. Один из первых работников христианского хозяйства, Николай, несколько лет назад тоже оказался безработным. Благо рядом с поселком заработала ферма. И он устроился пастухом. Фермеры дали Николаю жилье и работу. Так бывали, где-то колыми, вот там это то. Ну, на забои ходил, там мясо где-то помогал резаться. Там это то. Потом вот к науру куда-то пошел на работу. Он взял, он крестьянское хозяйство открыл. И вот начал, он потихоньку, пару голов было, потом 15-20, и вот потихоньку, потихоньку, вот там больше и больше стало. Потом вот сюда переехали в Орнеково работать. Я с супругой вот тут вот сейчас живу, дом все есть. Ну, еда есть. Вообще перед сельскохозяйственной отраслью Казахстана поставлены амбициозные задачи. Значительно нарастить экспортный потенциал и занять свою нишу среди ведущих мировых экспортеров мяса. Для достижения этой цели в Казахстане создаются племенные центры-репродукторы, заводится племенной скот, строятся современные откормочные площадки. В регионах продолжается работа по искусственному осеменению крупного рогатого скота, идентификации животных, привлечению ветеринарных специалистов в село. Ведь по оценке аналитиков, основанной на благоприятных климатических и экономических условиях Казахстана, а также на наличии больших площадей неиспользованных пастбищ, экспортные возможности продукции и животноводства превосходят возможности экспорта зерна. Это обуславливает привлекательность данного сектора экономики и создает мотивацию для инвестирования. С этой целью в Казахстане разрабатывается и реализуется целый ряд госпрограмм. В частности, до 2015 года в республике будет создана сеть предприятий по развитию животноводства, в том числе 60 откормочных площадок на 150 тысяч мест и 54 хозяйства репродуктора по разведению и тиражированию племенного крупнорогатого скота мясного направления, для чего будет завезено порядка 72 тысяч голов скота зарубежной селекции. Известно, что диверсификация экономики – ключ к успеху. Но как это сделать? Знакомьтесь, Эйрат Рамазанов – типичный представитель среднего бизнеса. Он считает себя одним из основателей завода «Кастерм» по производству панельных стальных радиаторов. Несколько лет назад он с партнерами искал помещение под бизнес. В 60 километрах от Карганды, в поселке Ботакара, был заброшенный тракторно-ремонтный завод. Кайрат и его партнеры для начала решили отремонтировать полуразрушенные здания. И в процессе этой работы предприниматели обнаружили, что в стране катастрофически не хватает панельных радиаторов. Чтобы утеплить здания, им пришлось нанимать сварщиков и латать старые чугунные батареи. Так родилась идея. Но для того, чтобы купить оборудование, нужны были деньги. И предприниматели обратились в акционерное общество «БРК Лизинг». Приобрели оборудование для производства стальных панельных радиаторов итальянской компании. Производственная мощность завода позволяет выпускать не менее 10 тысяч радиаторов в месяц. В идеале завод может выпускать каждую минуту по одному радиатору. Такое количество может обеспечить в полном объеме импортозамещение, удовлетворив потребность всего рынка Казахстана на уровне 100%. Обладая высоким коэффициентом экспортонаправленности, продукт компании позволит в ближайшее время освоить внешние рынки. Уже сейчас россияне покупают продукцию этого завода. Ведь продукция европейского качества соответствует лучшим европейским стандартам. В 2005 году мы приехали в поселок. И посмотрели, развалив здесь стоял. Это трактор-ремонтный завод бывший. Мы потом учреждители сказали, что мы не делаем. Думали, думали, что... Потом, как начали стройку делать, все полностью, ремонт, крыша, все. Потом сказали, что, какие идеи, ребята. Ребята смотрели, чугунные радиаторы искали. Почему мы не можем поставить радиаторный завод? Поэтому поехали. Инвесторы нашли, считали оборудование, поставили сейчас. Все это оборудование в 2010 году открылись. Оборудование хорошее наше, современное. У меня сейчас работает 50 человек. Здесь кормим их, душевые. И все зарплаты вовремя получают. Среди зарплаты 35-40 тысяч. Инженерал более 70-80 тысяч получает. Цикл производства чем-то напоминает производство легковых авто. Сначала из местного сырья, точнее, металлических листов компании «Миттл Стилл» нарезаются короткие листы и гофрируются. Кстати, завод входит в пластер, поэтому сырье им продают с 4-процентной скидкой, в отличие от рыночной стоимости. Далее на линии гофрированной стали добавляют металлические панели. После, путем электросварки, детали соединяют между собой. Затем радиаторы окунают в обычную воду и проверяют, нет ли протечек. После ванной продукция по конвейерной цепи направляется к чану с краской. Радиаторы окунают в эмаль. Но этим дело не заканчивается. Покрашенную продукцию опрыскивают специальным порошком и затем отправляют в печь. Из печи радиаторы выходят блестящими. Готовую продукцию упаковывают в целлофановую пленку. Кстати, целлофан тоже местный. Он производится в Тимиртан. Гамзат Пушкинбаев – работник этого завода. Он также, как и многие его коллеги, был безработным. Как признается парень, шатался по селу без дела. Услышав о производстве, пришел на завод. Вначале его взяли разнорабочим. Сейчас вырос по карьерной лестнице до электрика. Гамзат рад, что его заметили и повысили. В октябре месяце, до октября месяца сидел без работы дома. Ну, потом услышал, что у нас в Ульянке открылся завод большой. Вот решил прийти, узнать, испытать начальство, примут на работу или нет. Пришел в октябре. Пришел, приняли на работу в качестве упаковщика. Работал, понравился этим начальством. Поставили меня на сварочный отдел. Работал сварщиком тоже. И вот дальше развитием меня поставили. Приняли в должность электрика. Вот до сих пор до этого времени работа электрика. Работа у нас неплохая. Работа хорошая. Начальство все хорошее. Аналогичные заводы сейчас могут расширить свое производство или увеличить производительность иным путем. Вы спросите, каким образом? Отвечаем. Для этого разработана программа производительность 2020. В основном здесь идет модернизация оборудования, ведь по стране некоторые станки и линии запускались еще в советские времена. По оценкам экспертов, при среднем износе оборудования в 60%, потенциал оставшихся 40% практически не используется. Если заменить оборудование в ускоренном варианте, это способствует не только выживаемости, но и производительности. Во-первых, это за счет новых технологий, которые должны применяться, за счет нового, более современного, совершенного оборудования. Это можно сделать. Во-вторых, здесь оставшиеся инструменты, это вот по долгосрочному лизинговому финансированию предусматривается приобретение новых техник, новых технологий. Остальные инструменты позволяют эти же новые техники, новые технологии довести до современного уровня в плане организации, взаимодействия, то есть в технологическом плане отладить. Для этого привлекаются зарубежные специалисты. И зарубежные специалисты высокого уровня приглашаются. Для этого приглашаются известные, зарекомендовавшие себя консалтинговые компании. Хороший пример – это Петропавлос, предприятие Мунаймаш. Они заменяют советские изношенные станки, токарные станки, фрезерные станки, на совершенные японские станки, у которых высшая производительность. Во-вторых, компания «Солвер», это российская компания «Солвер», она помогает отладить работу специалистов на этой технике. То есть не один токарь обслуживает один токарный станок, а один токарь обслуживает два-три токарных станка. Отлаживается регламент, порядок взаимодействия и готовится менеджмент. Сами специалисты токаря готовятся. И вот это взаимный процесс нового техника, новое оборудование, потом подготовка специалистов. Вот это дает тот эффект, которого мы хотим достигнуть. Увеличение производительности в два раза. Это по действующим предприятиям. Монаймаш – это действующее предприятие. Добавим, что Министерство финансов разработало программу оздоровления предприятий. Правительство Казахстана увязало проблемы банков и их нежелание кредитовать экономику с тяжелым состоянием предприятий реального бизнеса и разработало программы спасения и тех, и других. В этом процессе должны участвовать три стороны – государство, кредиторы и сами должники. В модернизации производства ключевая роль отводится Банку развития Казахстана. Банк предлагает широкий спектр услуг по долгосрочному финансированию проектов, направленных на создание конкурентоспособных и экспортоориентированных производств в несырьевых отраслях промышленности, а также на создание и модернизацию объектов промышленной, энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в Казахстане. Длинные кредиты на лизинг выдаются на 10 лет под 7% годовых, при условии, что заявитель вложит в проект 15% собственных средств. На 2011-2012 годы из бюджета на эти цели предусмотрено 15 миллиардов тенге. Кроме того, банк намерен привлечь еще 15 миллиардов инвестиций. Лизинг выдается на проекты выше 150 миллионов тенге или 1 миллиона долларов. Самый главный приоритет – это не должна быть добыча сырья. Это самое главное. Если говорить по уже более точечным вещам, то для нас приоритет – это машиностроение, к примеру. Для частных лизинг-компаний данное направление в принципе неинтересно для частного рынка, но оно имеет большой потенциал в случае долгогосрочных вещей. Это первое. К примеру, для нас является крайне интересным легкая промышленность во всех ее направлениях. Опять же, данные отрасли, они нескорентабельны. Опять же, без помощи государства, без поддержки со стороны государства, их развитие было бы крайне затруднительным, если бы не были мы, институты развития. Достаточно перспективным, мы считаем, развитие фармацевтики и химии. То есть, опять же, у нас есть достаточно четкое понимание, видение на ближайшие 10 лет по потребностям внутри у нас Казахстана, ну и по возможным перспективам экспорта продукции. То есть, у нас есть и кадровый потенциал, научный потенциал. Как раз со стороны нашей компании наша цель – это предоставить именно уже финансовые ресурсы, чтобы это все вместе объединить и реализовать. То есть, если так говорить, более точные вещи для нас представляют больший приоритет. С точки зрения, как вы изначально говорили, по преференциям, по особым условиям, сам по себе лизик достаточно интересен. В части того, что, во-первых, у нас имеется налоговая преференция по импорту, то есть это по НДС. У нас достаточно гибкие условия в части собственного участия клиента, отличие от кредита. То есть, это может быть аванс, это может быть залог в обеспечении. Потом мы говорим о том, что это, если уже более профессионально, интерес представляется в очередении учета. Там быстрая амортизация. Потом отличительная черта лизинга заключается в том, что все средства, по сути, свои целевые. То есть, мы не даем деньги клиенту. Мы приобретаем оборудование, спецтехнику и, в принципе, это достаточно прозрачная схема. То есть, клиент обращается в виде оборудования, что-то ему нужно. Мы конкретно под его спецификацию заказываем, показываем, вот он у нас стоит. По сути, сам предмет лизинга, он будет являться обеспечением, или, как сказать, гарантией лизинговой сделки, ее прозрачности и ее целевого использования. В общем, индустриализация – это способ диверсифицировать казахстанскую экономику. В ближайшее десятилетие отечественным предприятиям предстоит выйти на международный уровень конкурентоспособности путем обновления активов. Все это в русле форсированного индустриально-инновационного развития. Хотя уже сделано немало. В рамках прошедшего общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн запустил ряд проектов карты индустриализации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Астаны Даулет Рахимжанов горд тем, что работает в крупном бизнесе. Он мастер по заводским испытаниям локомотиво-сборочного завода в Астане. Даулет давно хотел иметь хорошую зарплату и соцпакет. Удивительно, но будущее рабочее место он увидел на голубом экране. Для начала устроился простым слесарем. Сейчас начальник участка. Весной 2009 году увидел этот локомотивный завод по телевизору. Бывает, что американская мечта. У меня тоже такая мечта разгорелась. И устроился сюда электриком. Соцпакет, например, у нас хорошим отличившимся работникам арендное жилье оплачивает. Например, аренда, договор с арендатором садится. После этого всю аренду оплачивает самоорганизация. Тем более работникам, которые непосредственно слесаря, электромонтажники, им обед стоит 100 тенге. А 100 тенге это комплексно идет. Первый, второй, как полагается. И самое главное, обед, ужин у нас качественный. Столовая очень хорошо готовит. Второе, у нас есть каждый квартал премиальный платит. Это уже на усмотрение руководства цеха, как он отработал, так и ему премиальный начисливается. Кроме этого, у нас летний лагерь. Вот наши работники уже первый сезон, уже второй сезон поехали ребята. Все довольны, молодые ребята, наши дети, они очень довольны таким условием. Каждый год в отпускное время оплачивается ЖД-билет. Это, например, по Казахстану. По его словам, современный дизельно-электрический локомотив состоит из тысяч запчастей и деталей. Большинство компонентов, которые входят в состав локомотива «Эволюшн», делается специалистами, которые выливают детали, уют их, выполняют прессовые профили и затем штампуют. Локомотивосборочный завод в Эстонии отправляет свои тепловозы на сертификацию в Россию и Эстонию. После сертификации можно будет уже говорить об экспорте. Так, Таджикистан выразил желание купить три тепловоза, Монголия – 10. Результатов сертификации также ждут другие частные российские компании. Зимой, в январе вместе в Якутии испытывали этот локомотив. Там была температура максимально минус 57 была. Там условия очень жесткие, кривые, крутые подъемы, 25-тысячные подъемы. Вот в суровых условиях испытывали этот «Эволюшн» наш локомотив. В принципе, результаты очень отличные. Машина действительно нового поколения. Здесь с российскими аналогами сравнивать, с советскими, которые есть, у него преимущества. У нас локомотив односекционных. На всех российских локомотивах идет двухсекционных. Здесь односекционные лошадиные силы, больше здесь. Здесь 4500 тысячи лошадиных сил, а на советских это в среднем 3500-4, примерно так. Еще полностью программное обеспечение. У него основное программное обеспечение, тормозная система программного обеспечения. Так что за все отвечает портовой компьютер, так можно сказать. Машинист здесь только сидит и управляет. Здесь вообще программное обеспечение, все неполадки по локомотиву сама сообщает. И вероятные причины она сама же направляет. Вот здесь у меня такие-то поломки есть. Здесь надо проверить, вот здесь надо проверить. Вот только человеку чего, работнику остается. Только смотреть, куда он направляет. Добавим, что это не единственный проект КТЖ. Завод по производству вагонов «Тальгу» в Астане, строительство которого завершается в этом году, успеет выпустить первые 17 вагонов высокоскоростного поезда. При выходе на полную мощность он будет выпускать 150 пассажирских вагонов. На сегодня завершено 60% строительных работ. Также совместное предприятие Казахстана, России и Франции начнет строительство завода по выпуску электровозов. В первом полугодии 2012 года оно будет завершено. А уже в 2013 году с конвейера сойдет первый электровоз. Мощность производства – 50 электровозов в год. В таких крупных проектах участвует Фонд национального благосостояния «Самрук Казына». Известно, что сейчас индустриализация рассматривается как общенациональный тренд. Республиканская карта индустриализации будет дополняться новыми проектами два раза в год. Многие проекты будут финансироваться за счет национальных компаний. Крупные энергетические проекты будут финансироваться Фондом национального благосостояния «Самрук Казына». Практически 50% от всех планируемых к привлечению инвестиций в проекты карты индустриализации будут осуществлены фондом. В рамках реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010-2014 годы в настоящее время «Самрук» задействован в реализации 21 инвестиционного проекта на общую сумму более 14 миллиардов американских долларов. Данная сумма составляет большую половину от всех инвестиций по всей программе ГПФИР. Проекты «Самрук Казына» реализуются в таких приоритетных секторах экономики Казахстана, как нефтегазовый, химия, фармацевтика, машиностроение, транспортный сектор. Необходимо отметить, что реализация всех этих указанных проектов безусловно связана в том числе и с вопросами занятости населения, обеспечения рабочих мест. В частности, в период строительства всех вышеуказанных проектов в настоящее время создано около 30 тысяч рабочих мест. В ходе введения в эксплуатацию будет создано постоянных рабочих мест более 9 тысяч. Все это позволит регионам, в которых реализуются эти проекты, обеспечить многие и решить многие социальные вопросы. Кроме того, Казахстан приступает к субсидированию крупного бизнеса. Минфин готов оздоравливать бизнес через субсидирование до 7% сроком до 5 лет. Средства пойдут на реструктуризацию задолженности системообразующих предприятий. Будет паритет от банков, собственников, государства. Банки снижают ставку вознаграждения для одного заемщика до 12%, из которых 7% оплачивает должник, а 5% компенсирует государство. Второе – предоставление должнику отсрочки по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет сроком до 3 лет без начисления пенни. Столичный завод железобетонных изделий – яркий пример работы специальных экономических зон. Завод выпускает большой спектр изделий из железобетона и товарного бетона для всех областей промышленного и гражданского строительства. Проектная мощность – 139 тысяч кубометров в год. При выходе на полную мощность завод может покрыть около 20% от общей потребности рынка Астаны. Стоимость проекта составляет 19,8 миллиона долларов США. На сегодня в Казахстане действует 6 специальных экономических зон и 2 индустриальных в Астане и Карганде. Участники специальных экономических зон, согласно законодательству, освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество и землю, а также таможенных пошлин. Управляющую компанию предполагается создать в форме акционерного общества, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству в лице правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов. Просто проанализировали, что 70% специальных экономических зон в мире управляется не государственными органами, хотя есть и успешные зоны, и те, которые управляются государственными органами, все-таки 70% успешных зон управляется профессиональными компаниями. То есть это компании, которые, а вы, вот я зоны же наши перечислил, каждая зона, она под какую-то задачу. Текстиль, химия, информационные технологии, логистические, да, и так далее. То есть, соответственно, там и управлять должны люди, которые знают этот бизнес. Следует отметить, что сумма предполагаемых потерь государственного бюджета от предусматриваемых законопроектом налоговых льгот составит в 2011 году 5 миллиардов 986 миллионов тенге. Однако, учитывая стратегические выгоды от принятия законопроекта, обеспечивающего форсированное индустриальное развитие, предполагаемые потери бюджета являются допустимыми. Главный фактор для привлечения инвестиций – это макроэкономическая стабильность. Это регулируется на уровне государства. Слава богу, она у нас есть, да? Это, вот. Второй фактор по привлечению инвестиций – это наличие инфраструктуры. Поэтому вот это второй фактор. Значит, вот здесь как раз государство в зоны имеет возможность и вкладывает, и на каждую зону есть проекты, и полностью финансируется, что на инвестора нагрузка по инфраструктуре не ложится. Третьим фактором по привлечению инвестиций является грамотная бюрократия, то есть чтобы управление госорганов и прочих было грамотным. Четвертым фактором является наличие квалифицированной рабочей силы. И только на пятом-шестом месте стоят вопросы налоговых и таможенных преференций. Осуществление на территории специальной экономической зоны дополнительных видов деятельности благоприятно скажется на увеличении объемов инвестиций в регион. Будет способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению высокотехнологичных инвестиционных проектов, что в свою очередь увеличивает эффективность государственных вложений в созданные инфраструктуры. Уже созданы 9 венчурных фондов, 3 конструкторских бюро. Непосредственно, если я уже сказал о том, что мы вступили на этот путь инновационной экономики, то, конечно, должны создаваться определенная инфраструктура для поддержки и внедрения инновационных проектов. Вот такими непосредственно инфраструктурными инфраструктурами являются технопарки. Они в настоящее время у нас созданы в 8 регионах. Есть у нас 8 технопарков. И необходимо сказать, что именно через них мы реализовываем наши инноваторы. Идут туда для того, чтобы реализовать свои проекты и так далее. Вот в прошлом году для того, чтобы поддержать непосредственно наши технопарки и чтобы оживить их работу, запущена была программа по бизнес-инкубированию. Когда государством выделяются определенные средства, для того, чтобы люди, которые имеют непосредственно свои проекты, приходят в этот технопарк. И технопарк через вот эту программу бизнес-инкубирование помогает им. Значит, дает им юристов для того, чтобы они проекты рамотно могли написать, экономистов, чтобы они их в бухгалтерию ввели, дает помещение, оргтехнику полностью. И помогает создать хотя бы опыт, чтобы они могли вплоть до опытного образца отойти своего, сделать на базе бизнес-инкубирования и так далее. А потом уже, по сути дела, вот это один этап помогается. Потом уже, если хороший проект будет, действительно, он создаст хороший опытный образец и так далее, тогда уже вступают в силу другие наши инструменты. Уже на основе этого он может и на гранты подавать, может он попробовать себя подать на и проектные финансирования, если какие-то у него средства свои есть и так далее. То есть важно, чтобы через вот эти вот непосредственно инфраструктуру, которая у нас является, технопарки, чтобы вот такие. Теперь в этом году мы впервые начали подключать технопарки к так называемой коммерциализации проектов. То есть, по сути дела, вот я просто приведу пример о том, что мы очень много, ну полмиллиарда средств вложили на опытно-конструкторские разработки еще до 2010 года, они выполнялись и так далее. 49 таких опытно-конструкторских разработок за счет государственных средств сделанных со временем создания, до 2010 года. И надо сказать, что, к сожалению, ни один из них не коммерциализован. То есть, по сути дела, нет коммерциализации этих проектов. И поэтому в прошлом году было принято решение о том, чтобы создать центр коммерциализации непосредственно в инновационном фонде. И сейчас он начинает действовать. И мы вот как раз в части одновременно и бизнес-инкубирования, и коммерциализацию проектов, мы продвинуться хотим и в регионы, помогать и так далее, создаем, чтобы и коммерциализация проектов тоже одним из инструментов наших технопарков была. То есть, по сути дела, такой многоплановый инструмент создается для того, чтобы мы могли поддерживать инновационные проекты на территориях. Свои лекарства по сходной цене. Владарские фармацевты создали два принципиально новых противотуберкулезных препарата. Компания «Ромат» пятый год подряд становится победителем международного фестиваля конкурса «Выбор года» в номинации «Лучший отечественный производитель лекарственных препаратов». «Ромат» — крупная фирма, в состав которой входят три павлодарских завода, выпускающих одноразовые шприцы, медикаменты, биопрепараты. На современном импортном оборудовании «Павлодарский завод» выпускает лекарства в таблетках и капсулах 130 наименований. Но главное в научном центре компании над созданием новых лекарств работает исследовательский коллектив. Например, в «Ромате» разработаны тесты, позволяющие за 10 минут определить наличие палочки Коха в организме. Для сравнения, система анализов, применяемая медиками сегодня, требует десятки часов для подтверждения заболевания. Последнее достижение научных работников — создание двух принципиально новых пролонгированных противотуберкулезных препаратов. Это «Хитоизониад» и «Меком». Сейчас идет работа по патентованию казахстанских лекарств в странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания получила безвозмездный инновационный грант в размере 30 миллионов тенге. Теперь производят 7 видов лекарств. Их можно употреблять даже детям. В основном они предназначены для лечения туберкулеза легких. Многокомпонентные таблетки с активным веществом, поэтому их не надо пить помногу. Да и побочных эффектов у инновационных лекарств меньше по сравнению с ныне применяемыми импортными аналогами. И мы сегодня имеем уже практические результаты. То есть мы зарегистрировали и запатентовали лекарства для лечения мультирезистентных форм туберкулеза. Совместно с КАЗГУ имеем патент на реклахаин, новый класс обезболивающих, которые имеют очень высокое инновационное. И сейчас вот наши лекарства уже мы патентуем в Швейцарии, в Женеве. И понятно, что вот эти две составы, и третье мы ставим в соответствии, добиваемся, ставим задачу в соответствии международным стандартам GMP. И вот эти три фактора – это новые технологии, стандарты, международные стандарты управления бизнесом и научное инновационное содержание наших продуктов. Мы уверены, что это позволит быть нам конкурентоспособными на внешних рынках. Поэтому мы планируем, что 30% нашей продукции пойдет на экспорт. Компания «Казахстан» имеет, вот и сила, наверное, еще наша в том, что мы, кроме производства, имеем собственную дистрибьюторскую сеть. Но сегодня уже история бизнеса показывает, что продать важнее, чем произвести. И поэтому мы, как бы, постоянно наряду с развитием завода основное, базовое внимание уделяем также дистрибьюции. Поэтому у нас филиал уже есть в Пекине, сейчас вот в Москве открываем. И понятно, что в связи с запуском завода мы выйдем и на другие страны СНГ, и в том числе на страны западного рынка. К сведению инноваторов, павлодарские фармацевты не единственные, кто получил безвозмездный инновационный грант. Желающие могут обратиться в инновационный фонд. В целом у нас на все наши инструменты в этом году выделено 9,7 миллиардов тенге, достаточно большая сумма. И я даже больше скажу, если в прошлом году на один инструмент у нас, инновационные гранты, было выделено 1,7 миллиарда тенге, то в этом году данная сумма увеличилась в 4 раза. То есть 7,3 миллиарда тенге выделено вот только на инновационные гранты. Кроме того, мы выделили больше средств на непосредственно бизнес-инкубирование проектов. Если в прошлом году было 245 миллионов, то в этом году 306. То есть идет увеличение по всем направлениям работы, которые инструментов нашего инновационного фонда. Слово «венчур» в Казахстане как-то не прижилось. Однако развитие данного направления в нашей республике считается чуть ли не самым приоритетным, поскольку именно «венчур компаниес» стоят у истоков всех инновационных проектов. Предприятия малого бизнеса, занимающиеся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоемкими работами, являются самыми высокорисковыми, но и одновременно и самыми перспективными. И поскольку их деятельность связана с большим риском неполучения доходов по инвестициям, то здесь есть своя специфика. Например, следует понимать, так как средства идут на разработку нового, никому неизвестного продукта или идеи, то банковское кредитование является невозможным. Кроме этого, занимаясь венчурным бизнесом, нужно уметь ждать, поскольку прибыль от инновационных предприятий можно получить не ранее, чем через 3-4 года. Как показывает опыт, около 90% всех инновационных проектов не выходят на рынок, останавливаясь на стадии опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Зато оставшиеся 10% рентабельных проектов окупают не только средства, непосредственно в них вложенные, но и те 90%, которые на рынок так и не вышли. В любом случае, государство получает возможность многократно окупить свои вложения через налоги, собираемые от созданных посредством фонда компаний. Сегодня уже решен вопрос реорганизации фонда в Национальное агентство технологического развития. Будет проведена реорганизация структуры группы компаний Акционерного общества Национальный инновационный фонд. Упразднены некоторые дочерние компании. В лице новой компании будет создано фактически единое окно по работе с инноваторами. Коммерциализация – это чтобы помочь ему продать его уже не столько идею, сколько, я считаю, уже какой-то готовый, может быть, продукт. Просто есть готовые продукты, есть готовые разработки и так далее, которые они не могут реализовать. Известно, что только инновации дадут резкий рост производительности труда. Но для этого, по мнению экономистов, нужен кластер от разработки технологии до ее реализации в процессе производства. Инновациям немало внимания уделяет президент страны. Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять закон о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, чтобы он начал работать с 2012 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин